Человеческий мозг до сих пор является самым загадочным и неизведанным органом в научном мире. Это то, что управляет нашими мыслями, чувствами и движениями. Это самый мощный суперкомпьютер на планете, который вытащил человека из каменного века, который начинал войны и строил целые цивилизации. Что же самое лучшее из всех возможностей нашего мозга? Он может быть запрограммирован с помощью самовнушения. Самовнушение – это психологическое воздействие на подсознание человека с помощью различных методов, чаще всего с использованием произносимых слов в повторяющемся виде. Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей» использовал термин «самовнушение» как центр управления на границе сознательного и бессознательного мышления. Множество различных книг было написано на тему самовнушения, и в каждой книге авторы говорят одно и то же. Самовнушение – это один из самых эффективных способов достичь своих поставленных целей. Учеными было проведено множество исследований, где они сравнивали силу мысли и физическую силу. Практически в каждом исследовании они делали вывод, что если человек о чем-то думает и визуализирует это, то мозг не может определить, действительно ли происходящее реально или это просто работа воображения. В этом и заключается вся прелесть самовнушения. Как именно это работает? Давайте посмотрим на два примера самовнушения. Один из них будет носить негативный эффект, второй – позитивный. Существует одна история про германскую крестьянку Терезу Нойман. В 1926 году, когда ей было 28 лет, у нее на теле без особых на то причин стали появляться кровоточащие раны, которые по расположению и по характеру были похожи на раны распятого Христа. Через некоторое время раны исчезли, но после этого перед каждой Пасхой они появлялись снова, вместе с ее видениями о страдании Христа. Врачи так и не смогли объяснить причины появления этих ран. Второй пример связан с советским актером Иларионом Николаевичем Певцовым. На протяжении жизни у Певцова были проблемы с заиканием, которые приносили ему большой дискомфорт в обыденной жизни. И этот дефект казался неизлечимым. Однако благодаря постоянным занятиям он мог преодолевать свой недостаток речи на сцене. Актер постоянно внушал себе, что на сцене выступает не он, а персонаж пьесы, у которого не наблюдается никаких проблем с заиканием. Эта практика всегда работала, хотя в обыденной жизни он так и не смог справиться с этим дефектом. Во время процесса самовнушения основой действий является самопрограммирование. И до сегодняшнего дня ученые так и не смогли найти однозначного ответа на эти парадоксальные загадки, потому что наш мозг до сих пор не был изучен полностью. Единственное логичное объяснение вышеописанных примеров – это намеренное акцентирование внимания на конкретных вещах. В случае с Терезой Нойман – это акцентирование внимания на страданиях Христа. В случае с Певцовым – на персонажа пьесы. Человеческий мозг имеет пять частотных диапазонов работы. Гамма-волны отвечают за появление у человека вдохновения и определяют его состояние просветления. Бета-волны – человек находится в состоянии бодрствования. Альфа-волны – человек находится в расслабленном состоянии. Тета-волны – состояние, близкое ко сну, но человек все еще бодрствует. Дельта-волны – состояние сна. Чаще всего у взрослого человека преобладает бета-волновая активность. Это состояние характерно для полностью сформировавшейся префронтальной коры, то есть того участка мозга, который отвечает за принятие решений, за концентрацию и за самодисциплину. Префронтальная кора не очень хорошо развита у детей, поэтому у них в основном преобладают тета-волны, из-за чего они очень легко поддаются влиянию. Все, что происходит вокруг них, откладывается у них в памяти на подсознательном уровне. Поэтому большинство людей с самого детства запрограммированы с помощью различных самоограничивающих убеждений, а также с помощью информации, которая уже давно потеряла свою ценность, из-за чего у нас с самого детства формируется программа, которая не подходит для нашей жизни в настоящий момент. В этой программе слишком много ненужных компонентов, от которых необходимо избавиться. Результат влияния этой программы – это то, почему некоторые люди не видят смысла заниматься саморазвитием, не умеют коммуницировать с другими людьми или всю свою жизнь заняты работой, которую ненавидят. Все, что мы имеем или не имеем в жизни, происходит от наших мыслей, а то, как мы мыслим, в значительной степени определяется тем, как мы запрограммированы. Поэтому перепрограммирование себя и своего ума на то, чтобы думать и действовать по-новому – это не что иное, как формирование нового себя. Самовнушение – это только один из инструментов, который вы можете использовать для перепрограммирования своего подсознания. Но если вы будете использовать его правильно, то уже совсем скоро вы заметите невероятные результаты. Эффективность самовнушения будет зависеть от трех главных вещей – от количества эмоций, которые вы вкладываете в произносимые слова, от количества повторений слов и от приоритетов желаемого. Существует множество способов включить самовнушение, но самый эффективный и быстрый – через аффирмации. Если говорить кратко о самом процессе самовнушения через аффирмации, то для начала вам необходимо точно определиться, чего вы хотите. Ведь ваш мозг постоянно находится в поисках новых целей. И если вы не запрограммировали себя на новые, то вы автоматически будете стремиться к тем целям, что заложены в вашем подсознании другими людьми. Перед самим процессом самовнушения вам необходимо расслабиться. Потому что ваше внушение принимается более охотно, когда ваш сознательный ум отключен. Это происходит чаще всего во время сна, состояния потока, медитации и любой другой расслабляющей деятельности, например, прослушивание музыки. Ваши слова, которые вы будете произносить, должны быть правдоподобными. Вы должны верить в те изменения, которые вы хотите достичь. Ваши внушаемые утверждения должны быть в первом лице и в настоящем времени. Например, я легко достигаю все цели, которые ставлю перед собой. Я ценен на моей работе. Я открыт к самым позитивным изменениям. Вам нужно увидеть свое желаемое будущее уже свершившимся. Ваше самовнушение должно быть позитивным. Не нужно в своих утверждениях использовать слова «нет», «никогда», «не надо», «не могу». Потому что ваше подсознание реагирует только на позитивные команды. И, наконец, если вы хотите, чтобы ваши аффирмации были эффективными, вам нужно практиковать их как можно чаще. Нужно делать это постоянно. И тогда результат не заставит себя долго ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok